9 утра в регионе, в эфире телеканала Россия Вести Ульяновск, в студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте, и вот о чем будем говорить сегодня, 18 августа. Зарплаты меняются. Руководители ульяновских предприятий индексируют оплату труда работников, сотрудники каких отраслей в плюсе. Нажелись на доверие. Мошенники убедили ульяновцев перевести им больше 700 тысяч рублей. Почему стоит положить трубку, если вам якобы звонят из банка? А также качественный асфальт. В регионе отремонтируют еще 80 километров дорог за счет федерального финансирования. И подготовка к выборам. В Старомаинском районе проверяют безопасность избирательных участков, а за прозрачностью на выборах буду следить и наблюдать. Итак, за последние два года зарплата в регионе существенно увеличилась. Средний показатель вырос с 34 тысяч рублей до 47,5. Ситуацию заработной платы в регионе в разных отраслях экономики обсудили в областном правительстве. Получается, целевой показатель ежегодного роста 15% мы достигаем. Это подтверждают и данные статистики. Мы видим рост реальной заработной платы за январь-май 2023 года почти 107%. Растут поступления НДФЛ в прошлом году больше 115%. В этом самый большой вклад дает Ульяновск, где плюсом местный бюджет пришло более 116 миллионов рублей. Как отметил Алексей Русских, это стало возможным благодаря нескольким факторам. Область продолжает работу по заключению соглашений с предприятиями о повышении заработной платы и их обязательной индексации. Сейчас действует уже больше 2,5 тысяч подобных договоренностей. Самый большой показатель по ним вновь в Ульяновске и в Ульяновском районе. За 7 месяцев 2023 года заключено 351 соглашение о намерении повышения заработной платы с предприятиями и индивидуальным предпринимателем. Что больше на 125 соглашений за аналогичный период 2022 года. Подписанными соглашениями в 2023 году охвачено порядка 3306 работников. Процент индексации установлен в размере не менее 15%. Ожидаемый эффект от роста НДФЛ по заключенному соглашению составляет 5,6 миллионов рублей. Показатель темпа роста в 115% опережает средние цифры по стране. Для сравнения по России этот показатель равняется 112,4. А если рассматривать Приволжье, то продуктивная работа в этом направлении, в том числе и нашего региона, вывела округ на лидирующие позиции. Огромную роль сыграл гособоронзаказ. Безусловно, этому способствует, конечно же, большая концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса в целом в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжье федеральный округ, которые наращивают гособоронзаказ, объем выработки. Мы видим это по изменению индекса промышленных производств не только в Ульяновской области, но и среди наших соседей. Темпы роста выше среднеобластного отмечают в сферах информации и связи, водоснабжения, производства авиационной техники, а также текстильных изделий, пищевой продукции и других. Двое ульяновцев добровольно отдали мошенникам больше миллиона рублей. Их обманули одной и той же легендой, звонили якобы из банка. Утверждали о попытках злоумышленников снять деньги со счетов пострадавших. Чтобы спасти заработанное тяжким трудом, просили срочно перевести средства на безопасный счет. Сказали, что происходит интернет-покупка с М-видео. И сказали, что мне срочно нужно подойти к банкомату, снять эти деньги и перевести их на надежный счет. Что я и сделал. Мне позвонили с WhatsApp, представились сотрудникам центрального банка и сказали снять сумму с нескольких банков. Что я и сделал. Эти суммы, суммы 700 тысяч рублей, я перевел. Хотелось бы предупредить граждан о том, что ни сотрудники полиции, ни сотрудники банков никогда вам не позвонят, никогда не попросят оформить кредиты, либо снять ваши личные денежные средства и перевести их на безопасные счета. В случае поступления таких звонков, вам следует незамедлительно прекратить данные разговоры. Деньги поступили раньше срока. В Ульяновской области приступили к ремонту автодорог за счет опережающего федерального финансирования. На эти средства будут отремонтированы трассы регионального и межмуниципального значений. Более 2 миллиардов 200 миллионов рублей Ульяновская область направит на реализацию необходимых мероприятий по продолжению строительства и реконструкции новых мостовых переходов. Полтора миллиарда рублей мы направим на ремонт автомобильных дорог регионального значения. Это 23 участка общей протяженностью практически 80 километров. Продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги на трассах регионального значения». В настоящее время на 20 объектах общей протяженностью больше 60 километров преобразования завершены. На 15 работы ведутся. Мониторинг качества и сроков выполнения работ также на контроле главы ведомства. Опасный мусор Ульяновск объявил войну старым шинам, заполонившим не только места укромные вроде оврагов, но и дворы и площадки возле мусорных контейнеров. «Вывезено 84 тонны покрышек. Это примерно 9 фур, которые они забрали. Работы проводятся как на общественных пространствах, так и с территории контейнерных площадок забираются теми жителями, которые оставляют нам покрышки». Сборы, погрузка, отгрузка шины – это работа не только тяжелая физически, порой требуется и специальное альпинистское снаряжение, чтобы выудить покрышки, например, со дна глубокого оврага. Весь собранный резиновый мусор утилизируют на заводе в Пензенской области. К другим темам безопасности избирательных участков Старомаинского района проверяют МЧС, Росгвардейцы и прокуратура. Осмотры проходят перед единым днем голосования, который состоится 10 сентября. В этот день в Старомаинском районе откроются 25 избирательных участков. На них осмотрели эвакуационные выходы. Они не должны быть закрыты и захламлены, поскольку в случае пожара людям необходимо как можно быстрее покинуть помещение. Обратили также внимание и на пожарную сигнализацию, и огнетушители. Нарушения обнаружили в четырех зданиях. Основными нарушениями на избирательных участках является именно нарушение касаемо пожарной сигнализации. Это неисправные аккумуляторы на объектах, соответственно, либо по причине того, что некачественное обслуживание производится. Владельцам зданий данных избирательных участков были выданы предписания. Устранить все выявленные нарушения должны до 30 августа. Необходимо будет и предоставить отчеты. В противном случае последуют штрафы. И о прозрачности выборов. Подписано соглашение между областной общественной палатой и региональными отделениями политических партий. Тема участия наблюдателей в сентябрьских выборах в законодательное собрание Ульяновской области. Подобное соглашение между политическими силами и общественной палатой России было подписано и на федеральном уровне. Сегодня у нас в нашем регионе изъявили желание подписать такое соглашение 5 партий, допущенных к сентябрьским выборам. Нужно подчеркнуть, что соглашение это открытое и до начала выборов к нему может присоединиться любая партия. Среди пятерки политических сил, подписавших соглашение коммунисты России, ЛДПР, справедливая Россия, патриоты за правду, единая Россия и новые люди. Общественная палата региона призвала политиков к прозрачной и честной политической борьбе, а присутствие наблюдателей должно этому способствовать. Мы в первую очередь советуем руководствоваться законом и теми действиями, которые прописаны. То есть если возникают какие-то проблемы, наблюдатель эту информацию обязательно направляет в наш штаб, для того, чтобы здесь специалисты уже решали вопрос, как дальше действовать. Напомню, голосование по выборам депутатов Законодательного собрания Ульяновской области 7-го созыва пройдет с 8 по 10 сентября. 18 депутатов будут выбраны по одномандатным округам, еще 18 по партийным спискам. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. Проблемы с поведением особенных детей обсудили на семинаре в детском центре «Планета». Он проходил для педагогов городских школ, в том числе и коррекционных. На обучении подробно разбирались причины нежелательных поведенческих проявлений у ребенка и, самое главное, методы их устранения. Как избежать стрельния в воспитательном процессе, чтобы особенный школьник мог спокойно усваивать знания. Интеллектуально даже ребенок может быть сохранным, но поведенческие проявления могут быть агрессивными, импульсивными. Он может кричать, разбрасывать учебные материалы, и просто объяснения не помогают. И вот тогда в работу хорошо бы добавить приемы поведенческой терапии. Наша задача, чтобы до каждого ребенка можно было достучаться и обучить его всем тем необходимым навыкам, которые ему пригодятся во взрослой жизни. Педагогам сначала дали весь необходимый материал в лекции, а потом отработали его на практике. Например, участники семинара просматривали видео, где у ребенка было ярко выражено проблемное поведение. Педагоги учились анализировать его, искать предшествующие факторы и исправлять. Я для себя много еще подчеркнул. Для меня это новое знание. Мне очень понравился насыщенный материал, очень объемный материал для работы с детьми с ограниченными возможностями. В семинаре приняли участие 35 учителей, но это только начало. Организаторы проекта благотворительный фонд «Рассвет» планируют повторять обучение как минимум раз в год для повышения качества обучения особенных детей в регионе. Познание и странствие неотделимы друг от друга. Это главная составляющая профессии географ. Сегодня у этих специалистов праздник. Мир, в котором мы живем, все это география. Благодаря усилиям ученых изучены флоры и фауны, открытые месторождения полезных ископаемых. Географы расширяют представление о том, в каком мире мы живем, что нас окружает и что мы должны делать, чтобы эту природу сохранить. Мы должны искать все новые и новые объяснения природным явлениям. Они имеют огромное влияние на жизнь человека, откуда берутся ураганы и смерчи, что происходит под морскими глубинами. Расширением горизонтов занимается русское географическое общество. Сейчас в регионе проходит несколько крупных экспедиций. Одна из них, с чего начинается родина, посвящена 80-летию Ульяновской области. Вторая экспедиция – острова и заливы региона. Наши ученые изучают флору, фауну, в том числе краснокнижных растений. Есть эндемики. Как они живут, как меняется их жизнь по времени с учетом антропогенного фактора, изменения климата. И многие открытия совершаются прямо ежедневно. И именно от этих открытий зачастую зависят судьбы стран, ведь география – геополитическое положение государства и определяет его историю. Сегодня цикл концертов «Вечеринки в усадьбе» подхватит Оркестр русских народных инструментов. Коллектив под управлением лауреата международных конкурсов Михаила Устинина «Нижний Новгород» исполнит классические, эстрадные танцевальные мелодии и популярные композиции для русского оркестра. А зажигательные танцы для зрителей исполнят пары студии спортивного бального танца «Аллегра». Классика. Например, это будет вальс из оперы Иван Сусанин. Классика. Дальше у нас будет эстрадная. Эстрадный вариант – это музыка Астра Пьецола, где с нами станцуют либертанго. И также это будет народный блок, где мы вместе с танцорами сделаем кадриль. В начало концерта в 18.30 с 17.30 для гостей усадьбы проводятся экскурсионные и выставочные проекты под открытым небом в самом центре исторического Симбирска. Сотрудники музея расскажут о родовом гнезде Ульяновых, искусстве реставрации и о судьбах хранителей Первого Ленинского музея. А 20 августа народный оркестр под управлением главного дирижера Артема Белова приглашает ульяновцев насладиться музыкой кино. В ульяновском зоопарке пополнения в дружной семье появились шустрые птицы Эму и новый выводок лебедей. Но, к сожалению, не у всех животных счастливая история попадания в зоопарк. Зачастую туда приводят зверей, которые оказались в беде. С новыми обитателями зоопарка познакомилась Екатерина Лазарева. Когда Эму выходит из вольера, они осторожно прогуливаются вдоль забора. Изучают обстановку. Угрозы нет, а значит, можно и немного похулиганить. Так, чип и дэйл спешат на помощь. За кадром зоотехник Владимир Галкин шутит про своих подопечных, которых назвали чипом и дэйлом. Братья все-таки и всегда неразлучны. А уже в кадре общительные птицы шутят над своим старшим товарищем и во время интервью покушаются на микрофон. К нашему климату они приспосабливаются легко. То есть, если слишком высокие температуры, низкие температуры. Позже яркий микрофон перестал интересовать любопытных птиц. Они переключились на еду. А нам все же удалось пообщаться с Владимиром. Выведены они у нас в инкубаторе в апреле месяце. За ними ухаживали как за детками. Потому что они очень любят ласку, любят внимание. И мы за ними ухаживали, кормили, поели. И вот сейчас видите, они уже какие большие. Это не единственное пополнение зоопарка. Недавно у пары лебедей, живущих в соседнем вольере, тоже появились детки. Поэтому любопытным гостям с камерой они оказались не рады. Защищает. Зато гостям очень обрадовалась лесовита. Как только услышала голос ветврача, сон как рукой сняло. Неудивительно, ведь работники зоопарка дали ей второй шанс на жизнь. Вступила она к нам в апреле месяце. Сенгиревицкого района. Вступила в ужасном состоянии. Была вся в паразитах, в экте-вендопаразитах. Привезли ее с лепышонком. Попала она в тяжелую ситуацию. От того, что хотели ее жители поселка утопить. Мы ее спасли, откормили, обработали. Она у нас выкармливалась соской. Взамен с сучьим молоком. Выкармливалась потом, добавляли в рацион мясо. А вот, тоже такие интересные приспособы. Но из-за того, что она очень направлена на человека, к сожалению, она не подлежит выпуску. В зоопарке много животных, которые пострадали от человека. Здесь зачастую покалеченные звери и птицы обретают новый дом. В безопасности. Например, эту цаплю привезли в выходные. Горожане заметили, что птица не может взлететь. Потребовалось три часа, чтобы ее отловить. Оказалось, что цапля ранена из воздушной винтовки. Теперь ей предстоит реабилитация. Она останется в зоопарке. А вот белки, наоборот, пакуют чемоданы. Белки, которые попали в беду в апреле месяца этого года в парке Победы, они, в принципе, уже социализировались. Они у нас находятся долгое время. На той неделе мы сдали анализы для перемещения их в Сахалин. То есть это сахалинский зооботсад запросил у нас пару. Самец отсюда уходит с этой семьи. И самочка у нас уходит с нашей семьи, которую ежегодно мы выпускаем. Сейчас в городе жара. Плюс 30 в тени. Но кажется, животным все нипочем. Особенно нутрия. Они целый день плещутся в собственном водоеме. Первая, самая необходимая, это, конечно, вода. То есть замена воды происходит в жару более чаще, чем в обычный день. То есть доходит до пяти, до семи раз. Вместе с помывкой всех лотков и кормушек. Далее у нас во всех больших вольерах, где копытные, мы разместили пруды, большие искусственные пруды, в которых водоплавающие обитают. И в том числе и копытные могут, как векуни, например, принять душ, ванну, зайти туда, в носу, нырнуть. Комфортные условия и дружелюбные работники. Вот залог хорошего настроения животных. Усатые и хвостатые обитатели зоопарка, а их здесь больше 160 видов, ждут гостей каждый день. Екатерина Лазарева, Дамир Губеев, Вести. Ульяновск. На этом все. Спасибо, что были с нами. Приятного вам дня. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление будет расти. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 29, плюс 34. В Ульяновске плюс 31, плюс 33. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»